Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Значит, сначала пройдёмся по вопросам, непосредственно вашим. Не слишком ли их много? Мне кажется, у всех людей их комплексы одинаковых. Ни много ни мало, у всех они свои. Нормально ли такое поведение или что-то с этим делать, это вам решать. Потому что они думают, что психолог может говорить, что такое комфортное вам или нет? Вот всё наоборот. Возможно ли вы себе решить проблему самостоятельно? Нет, скорее всего нет, потому что это вы могли решить, вы уже решили её. И у человека, как правило, очень мало реальных возможностей для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Вы не говорите свой возраст, предположим, что вам больше 20 лет. Довольно большое количество времени, если не всю свою жизнь вы живёте в такой вот парадигме. И вряд ли вы сможете сами это решить. Это можно воспринимать по-разному. Можно воспринимать как способ продать вам услуги, да. А можно воспринимать как, да, что факт, это индикатор того, как вы на это реагируете, да. То есть, если вот когда я говорю, например, что сами вы не решите, вот какие у вас реакции возникают. Если это реакции, например, по типу такой реакции, что нет, всё можно решить самому. Если это просто вот вы, там, не знаю, психологи, говорите всем, допустим, что нельзя, то, скорее всего, к изменениям вы ещё не готовы. Или у вас есть недоверие, недоверие, ну, недоверие к другому или к другим, это, как правило, недоверие себе, недоверие себе, как правило. Поэтому тут вот такой момент. Дальше. По поводу комплексов, значит, как я уже вставляю, комплексы есть у всех плюс-минус разное количество. Просто кто-то больше уделяет внимание какому-то одному комплексу, кто-то меньше уделяет какое-то внимание какому-то одному комплексу. То есть, связано это, как правило, с опытом. То есть, если, ну, вот, был такой опыт, например, что, допустим, вас суждали, если был такой опыт, что, допустим, вас как-то вот болезненно-болезненно вам замечали какие-то ваши комплексы, какие-то ваши интимные проявления. Вот, я сейчас не говорю про собственные интимные сферы, я сейчас говорю про то, что вам важно. Вот, если когда, если и когда вам это замечали, то, соответственно, на этом зафиксировали. То есть, если вот, ну, знаете, говорят, например, что ребёнку важно не заострять внимание на каких-то вещах. Если ребёнку не заострять внимание на каких-то вещах, то ребёнок на этом фиксируется и, соответственно, дальше у него это превращается в навязку. Вот, но дальше у него это превращается как раз в такое что-то сверхважное для него. Хотя, по факту, там, ну, это абсолютно обычно, обычно, что мы не можем сегодня знать обычно, что мы не можем что-то предсказать обычно, что мы не можем, там, всем угодить это и так далее. Что происходит у вас по факту, что происходит у вас? У вас происходит, с одной стороны, эм, восприятие концепции, то есть, ну, восприятие своей мужской концепции, как на концепции допустим. То есть, мужчина не должен, там, смотреть такие стороны, мужчина не должен слушать такие песни и так далее. Да? То есть, это вот концепция. Концепция образа мужчины. И страх признать, что вы, вот, мужчина, мягко говоря, не такой. Что вы, мужчина, мягко говоря, другой. Это не делает вас плохим или хорошим, это делает вас просто другим. Вот это, мне кажется, очень важный момент, что он именно другой. Мне кажется, что такого понятия, понятия, как другой, у вас нет. Есть понятие плохой, хороший, есть понятие правильный, неправильный. Но вот, а другой, понятие другой, у вас нет. И, это один момент, очень важный. Что все вы оцениваете. При этом, ваши желания, они, есть вне зависимости от того. Оцениваете вы или нет, вне зависимости от того, как вы оцениваете свои желания и ваши следствия. Но вы с ними не считаетесь. И прямо это приводит нас к следующему моменту. Который в той или иной степени затрагивает, получается, ваш интерес. Особенность ваших интересов, в том числе, в том, что вы обращаете внимание только на форму своих интересов. Песни, сериалы, какие-то идеи. Ну, например, комментарии, вот то, что вы описываете, вот что, значит, вам сильно сказать, что практически незаконна. Незаконна слитая музыка, да? Вот, которая играет только в определенных магазинах. Это не просто. Там, ну, вот прикольно было для коллекции доказать себе, что я клёвый хакер. Потому что об этой музыке я мечтал несколько лет, да? Это всё форма ваших желаний, но не содержание. Важно обратить внимание на содержание. Ваших желаний, на стейности, которые лежат в основе. Ну, например, скажу банальную вещь, что в той или иной степени идеализация, там, идеализация, например, романтики, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом. А может быть, что-то, что-то другое. Чтобы это ни было, речь здесь идёт, именно об этих вещах. Не менее важным моментом является и то, что вы обесцениваете свои желания. За это они не списываются в концепцию раз, потому что у вас нет опыта их проявления два. Все эти проявления они скорее всего происходят украдкой, все эти проявления скорее всего происходят как бы урывками и все эти проявления для вас не безопасны. Почему не безопасны? Потому что если вас отвергнут, если вас осмеют, а я думаю, что такой опыт у вас был, то вам будет больно, а с этой болью вы как обратиться не знаете. Потому что мужчине не должно быть больно. Это в концепции важный ход. В концепции мышкового образа, который вы себе нарисовали. Концепции мышкового образа, который вы пытаетесь соответствовать, но, как мне кажется, абсолютно без... Без успеха. Потому как вы другой. Вы более чувствительный. Вы более эмоциональный. Вы более тонкая натуры. Но мужчина, по вашему мнению, мужчина таким быть не должен. Это, наверное, один из ключевых моментов. Все комплексы, о которых вы написали, это тоже способ, такой специфический способ спрятаться. Спрятаться за комплексом. То есть я сейчас назову это комплексом. Я сейчас скажу, что это комплексы мои, например. И... Что? И все будет сразу понятно. Но что такое комплекс? Что это такое? Не совсем понятно. Вы пишите. Мне стыдно признаться, какие сериалы я смотрел в последнее время. Потому что вы говорите о форме. Но вы не говорите о интересах. Мне стыдно писать комментарии на новостных сайтах и под своими мнениями сообщать кому-либо сделать мои комментарии. Да, потому что вы не уделяете внимания в содержании своему комментариев. Мне стыдно признаться, когда меня видели ночью с руку в конце города. Это я не по делам, а просто казался. И вам засложно увидеть, что лежит в содержании этого действия. Не стыдно публиковать свое реальное имя и фотографии в тиндере. Чтобы знакомые не узнали, что там вообще есть. Чтобы еще о себе в описании в разговорах с незнакомой девушкой. Вы также маскируете под этим свою мотивацию. Благодаря этому мой процент встреч после знакомства за последние 4 года равен... Ну, как бы... Это логично. Большинство девочек думают, что я жена, так им опытно прячется с женой. Но, опять же, маскировка. Все искренне, после того, как у меня порвалось последние страны, нет возможности купить новые. Мне приходится выходить за пределы дома в рабочие. Впрочем, опасаясь, что в магазине меня могут не увидеть знакомые или коллеги. Вы здесь бежите от возможности или невозможности чего-либо. От возможности или невозможности соответствовать определенной, опять же, концепции себя. В последний раз, когда переселись с коллегой в магазине, они произвольны был вид красный и пытался спрятаться от него за столожью. Дозреваю, что он меня видел, но тактично сделал вы что-то не помните. Это бег. Собственно, это все основная пищевая часть всех комплексов. Первое – это персонал. Ну, проблема не в комплексах, а в том, как вы, я надеюсь, уже поняли, здесь сложность именно в том, как вы обращаетесь к тем, что вам важно. На мой скромный взгляд никак, никак вы не обращаетесь к тем, что вам важно. Вообще никак. Вот. И здесь, может быть, была бы уместна такая формулировка, что вы все это обесцениваете, но даже у обесценивания есть некоторая энергия, даже у обесценивания есть некоторая история. И вот эта история, история обесценивания, история того, как вы обесцениваете себя, каким образом вы это делаете, вот здесь, очень важно. Не уделяя этому значению, не замечая этого, вы совершенно вряд ли, абсолютно вряд ли. Сможете как-то с этим взглянем отец. И как-то же это изменить. Идея здесь заключается, как мне кажется, именно в этих аспектах. Как и что с вами происходит, как вы, может быть, обращаетесь с теми или иными своими переживаниями. Вот такой примерно ответ я могу вам дать. Ваш вопрос это попытка как-то оформить, что с вами происходит. Ваш вопрос это попытка как-то с этим что-то сделать. Как-то придать этому какую-то внешнюю форму. Попытка более чем понятная и ясная, но вам абсолютно ничего не дающего. Ну то есть только представьте себе, что мы говорим, да это все нормально, все в порядке, так все в принципе быть и должны. Вот что тогда. Просто смиритесь с этим и все. На мой взгляд это было бы крайне негуманно по отношению к вам. Мысль, которую высказал мой коллега, очень интересна и важна. Комплексы это исключительно социальный продукт. Комплексы это исключительно история взаимодействия человека и других людей. И крайне важно для вас увидеть, что в эти комплексы вы уходите от ответственности за себя. Передаете ответственность другим людям. Не управляете с тобой. И важно помочь вам увидеть и научиться больше проявлять твои акции. Это можно сделать на психотерапии. Как правило, это можно сделать только на психотерапии, но попробуйте представить себе следующее. Аспекты. Что было бы, если бы вы были на необитаемом острове? Что было бы, если бы вы были на необитаемом острове и никого бы не было? Вы оказались последним человеком на земле. Вот в этом случае, если бы вы оказываетесь последним человеком на земле, волновали бы вас эти вещи. Вы увидите очень быстро, что нет. Вы увидите очень быстро, что вас это не волновало бы. А значит, речь идет не просто про комплексы. И даже не просто про оценку вас с другими людьми. Речь идет про то, что оценивают что-то важное для вас. Здесь мы сталкиваемся с тем, как развивается, как можно сказать, индуцируется ваш интерес. Это жизненно важная, на мой взгляд, тема. Почему она такая важная для вас? Ну, потому что я бы сказал, что ваш интерес всегда или почти всегда как-то связан с внешним миром. Ваши, грубо говоря, интересы, ваши предпочтения как-то взаимодействуют с другими людьми. Как-то это вступает в взаимодействие. Нужно увидеть как. Надо бы заметить и разграничить, где вы, а где, собственно, другие люди. И смотреть же на различные аспекты, так бы я это назвал, на различные аспекты вашей жизни. Собственно, если бы вы рассказали бы больше о себе, ну, вот, например, в психотерапии вы бы рассказывали бы что-то о себе, так иначе о своей жизни. Можно было бы заметить более, более явные, я бы сказал, основания для вас чувствовать то, что вы чувствуете. Я бы так ответил бы на вопрос, который вы задаете. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что вы дадите какую-то обратную связь на мой ответ. Это стало бы основой, это стало бы, ну, началом вашей работы над собой. Это стало бы основой для психотерапевтической работы в том числе. Вот, и вы бы начали эту самую психотерапию, психотерапевтическую делать. По-другому я боюсь никак не решить то, что вас волнует. По-другому я боюсь никак вам не помочь. Я также не рекомендовал бы вам затягивать. Затягивать с обращением к психотерапевту. Я понимаю, что, судя по вашему тексту, у вас совсем не так много ресурсов. Я понимаю, что сейчас вы находитесь в какой-то степени в некоторых финансовых трудностях. Я это прекрасно понимал. Но повторю, что проблематику также нужно решать. Вы большой молодец, что обратились за помощью. Вы большой молодец, что вам спросили. Вы большой молодец, что задаете эти вопросы. Но это только начало. Это только начало. Всего вам самого доброго. Удачи. Успехов. Успехов вам. И решения ваших проблем. Удачи. 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 Продолжение следует...